Ассаляму алейкум ва рахматуллах, дорогие братья и сестры! По воле Аллаха мы приступаем к подготовке серии роликов под названием «Блаженство, рая и мучение ада». В этих роликах мы подробно рассмотрим все, что касается рая и ада. Просим вас поддержать нашу работу. Подпишитесь на канал, станьте спонсором проекта и распространите ролики, ведь указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его. Как мы знаем, после судного дня и ужасающих событий, предшествовавших ему, люди будут воскрешены и выведены из могил. Начнется очень долгий день, когда солнце приблизится к людям на расстоянии одной мили, и Всевышний Аллах начнет расчет своих рабов. Всем людям, верующим и неверующим, будут предъявлены их деяния, которые будут взвешены на весах, и после этого они пройдут по мосту Сырат. Неверующие не смогут пройти через Него, а верующие пройдут к месту Кантора, где они будут очищены, умощены и подготовлены для вхождения в рай. Отсюда и начнется наше путешествие в вечный мир, в котором нет смерти и не ведется отчет времени. Почему мы выбрали именно эту тему? Во-первых, вера в ад и рай – это часть одного из шести столпов нашей веры. Вера в последний день, о которой Пророк, мир ему и благословение, поведал нам в достоверном хадисе от Бухарии Муслима. Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал об имане. Это когда ты веришь в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писание, в Его посланников и в последний день. А также веришь в предопределенность всего хорошего и плохого. Поэтому человек не считается верующим мусульманином, пока не уверует в последний день и во все, что в этот день произойдет. Вера в рай и ад означает твердое убеждение в их существовании и в то, что они сотворены сейчас и будут существовать вечно. Эта вера охватывает все блаженство рая и все мучения ада, переданные в Коране и хадисах. Поэтому очень важно для каждого человека знать о своем конечном обители – это либо рай, либо ад. И именно вера в рай и ад побуждает человека совершать добрые поступки и удерживает его от злодеяний. Описанию рая и ада в исламе уделяется большое внимание, потому что это наше конечное пристанище и обитель, в котором начнется наша вечная жизнь. И здесь у человека есть только два выбора – быть верующим и стремиться в рай, либо не уверовать и получить наказание в аду. Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Все люди отправляются утром по своим делам, и продающий душу свою либо освобождает ее, либо губит», – хадис передал муслим. И поскольку многие люди в наше время стали беспечными, погрузились в удовольствие, предались страстям, увлечениям и грехам, стало необходимым уделить внимание воспитанию души, ее очищению и исправлению, чтобы напомнить ей о том, что Всевышний Аллах уготовил верующим и что уготовил неверным. Размышление о рае и аде выводит человека из забвения и избавляет от беспечности. Всевышний сказал, «Предупреди их о дне скорби, когда решение уже будет принято, но они в небрежении, и они не веруют. Поистине мы унаследуем землю и тех, кто на ней, и они будут возвращены к нам». В другом аяте Аллах сказал, «Скажи, не поведать ли вам то, что хуже этого?» Аллах обещал тем, которые не уверовали огонь. Какой это дурной исход? Поэтому важно часто размышлять над раем и адом, изучать их, чтобы подготовиться к раю и предостеречься от ада. Как сказал Всевышний Аллах, «Напоминай же, ведь ты только напоминаешь». И Пророк, мир ему и благословение часто напоминал людям о рае и аде, читая им по пятницам со своего минбара суру каф, которая содержит в себе напоминание. Во-вторых, Всевышний Аллах в Коране основательно разъяснил виды мучений, которым подвергнутся обитатели ада. Знание этих подробностей очень важно, и Всевышний упомянул их только потому, что в этом есть польза для нас. И к тому же изучение подробностей в вопросах рая и ада, упомянутых в Коране и сонне Пророка, мир ему и благословение, является одним из видов поклонения. Например, Аллах подробно описывает, как люди войдут в ад и как ангелы обойдутся с ними. В тот день их ничком поволокут в огонь, вкусите прикосновение сакара, во что они будут одеты, для тех, которые не уверовали в икрае от одеяния из огня, дерево, с которого они будут есть, что они будут есть и пить, они будут пожирать их, наполняя ими свои животы, а потом запивать их кипятком, и тот будет смешиваться с ними, а потом их вернут в адский огонь, о чем они будут просить и какая будет у них постель. Подробно изложено и все, что связано с обитателями рая, какие виды украшения ему готовлены, какие браслеты будут на их руках, что они будут есть, как и на чем они будут лежать, приводится даже внешний вид слуг, их будут обходить вечно юные отроки. Если ты посмотришь на них, то примешь их за рассыпанный жемчуг, и когда ты посмотришь, то увидишь там блаженство и большие владения. Также Всевышний Аллах сказал, там они получат все, что пожелают навеки. В этой серии мы расскажем вам названия ада и рая и их ступени, что является топливом ада, сколько хранителей ада, сколько у него врат, и расскажем о блаженствах рая. В Коране и Суне очень подробно описаны его врата, ширина, степени, прислуга, ложи, постель, посуда, дома, комнаты и многое другое. Расскажем о райских деревьях. В тени райского дерева путник может пройти сто лет, кому они предназначены, что являются саженцами рая. Также расскажем о деяниях, отдаляющих от ада и защищающих от него. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, бойся огня хотя бы посредством половины финика, и Аллах сделал запретным для огня ноги, которые покрываются пылью на пути Аллаха. Все это приводится в Коране и Суне в качестве назидания для тех, кто принимает назидание. В одном из хадисов передается, что в день воскресения приведут самого благоденствовавшего из обитателей этого мира среди тех, кто попадет в ад, и окунут в огонь всего раз. Потом его спросят. Потомок Адама, видел ли ты когда-нибудь что-нибудь хорошее? Испытывал ли ты когда-нибудь счастье? После одного окунания в адский огонь. Это человек, обладавший самой большой властью, статусом, имуществом, дворцами и поддержкой. Его коснется адский огонь на один миг. Ад – его будущее пристанище. Однако после первого окунания в огонь его вытащат и спросят, видел ли ты когда-нибудь что-нибудь хорошее в мирской жизни? Испытывал ли ты когда-нибудь счастье? Он скажет, нет, Господи, клянусь Аллахом, и приведут того из обитателей рая, который был самым несчастным в этом мире, был бедным, обездоленным, лишенным, познавшим боль как физическую, так и моральную, прошедший через множество испытаний и несправедливости, жизнь которого прошла в беспокойстве, тревоге и скорби. Ему будет суждено попасть в рай. Его окунут в рай на один миг и вытащат, а потом спросят. Сын Адама, видел ли ты несчастье когда-нибудь? Познал ли ты горе хотя бы раз? И он ответит, нет, клянусь Аллахом, я не видел несчастья и совсем не познал горе. Хадис привел имам Муслим. Поэтому пророк, мир ему и благословение, сказал, «Молите Аллаха о защите от мучений огня». Сподвижники воскликнули «Прибегаем к защите Аллаха от мучений огня». Потом он сказал «Молите Аллаха о защите от мучений могилы». И они воскликнули «Прибегаем к защите Аллаха от мучений могилы». Хадис передал Муслим. Как обращаться с вопросами детей о рае и аде? Подробности о рае и аде, которые есть у нас и которые есть в Библии, это одно и то же. Какие существуют ложные учения и мнения о наслаждениях ра и мучениях ада? И многое другое мы рассмотрим по воле Аллаха. Следите за новыми сериями, задавайте в комментариях вопросы и распространите ролик. Баракаллаху фикум. Продолжение следует...